Ситуация, которая сейчас складывается вокруг так называемых досрочных выборов мэра Москвы, она очень показательная, причем в буквальном смысле этого слова, потому что она покажет, чего стоит каждый из претендентов на мэрское кресло. Не секрет, что многие эту кампанию воспринимали вместе с кампанией в Московскую городскую думу как плацдарм для федеральных кампаний в Государственную думу и президентскую кампанию. Так делали все, начиная от Прохотова, который собирался в этом активно участвовать, Кудрина, Навального, представителей внесистемной оппозиции, парламентской оппозиции и так далее. Но вот сейчас, когда только стало известно о том, что Собянин будет участвовать, стало известно о том, что на берегу до входа в кампанию у Собянина на рейтинг выше 50% поддержки москвичей, вот эти вот кандидаты, которые до этого очень бодро высказывались о перспективах своего участия, они стали потихоньку осыпаться. И стало уже понятно сразу же, что не будет никакого единого кандидата от оппозиции, а значит, координационный совет, который создавался в том числе и для того, чтобы договариваться, кто пойдет на выборы, это была игрушка и фикция. Стало понятно, что многие оппозиционеры воспринимают эту кампанию исключительно как некий элемент собственного пиара, заранее признавая, что муниципальные фильтры они не пройдут, и нужное количество подписей муниципальных депутатов они не соберут, и заранее предупреждая нас о том, что они будут проводить некие альтернативные кампании и вести некую альтернативную агитацию, фактически в выборах не участвуя. Значит, это все говорит о том, что на фоне вот этих вот бравурных заявлений со стороны представителей многих партий, новых партий, старых партий, парламентских, представителей несистемной оппозиции, мы в очередной раз увидели, что током в выборах-то участвовать практически никто не готов. Так, если только на уровне Сергея Удальцова, который будет, судя по всему, это делать, находясь под домашним арестом, или Алены Поповой, которая, очевидно, будет агитировать за себя в Твиттере, не более того, возможно. Но на уровне серьезной борьбы за власть вряд ли появится какой-то претендент, который готов действительно за нее побороться. Поэтому вот на самом деле эти выборы действительно станут неким таким плацдармом перед думской и президентской компанией. Действительно будет понятно, кто чего стоит, но я боюсь, что те результаты, которые они покажут, эти выборы, они будут не вполне, скажем так, не вполне благоприятны для многих представителей оппозиции, которые недавно заявляли о своих высоких шансах.